Дефицит йода является скрытым голодом, и поэтому не всегда родители и даже не всегда врачи могут правильно сориентироваться и послать ребёнка к детскому эндокринологу. Йод при поступлении с продуктами захватывается щитовидной железой и синтезируются гормоны щитовидной железы, которые влияют на рост ребёнка, особенно первые три года жизни. И также в период полового созревания влияет на гармоничное развитие ребёнка, который определяется также по индексу массы тела, влияет на половое созревание. Очень важно для репродукции, поэтому в критические группы мы относим девочек-подростков. И также обеспеченность йодом влияет на наш интеллектуальный потенциал. На что обычно жалуются пациенты? Скорее всего, они первые придут к педиатру и будут жаловаться на частые простудные заболевания, на снижение памяти, на снижение успеваемости. В регионах, где дети не получают йодную профилактику, они болеют гораздо чаще. А йодная профилактика складывается из нескольких этапов. Первое, конечно, сбалансированное питание. Сбалансированное питание, физические нагрузки и сон – это три кита, на которых базируется обмен веществ. Где содержится йод? Это морепродукты, рыба морских сортов, из фруктов хурма, фейха, грецкие орехи. К сожалению, йода там недостаточно. Иногда бывают противопоказания. Общая профилактика проводится едированной, поваренной солью. Используется она непосредственно перед употреблением охлажденной пищи в небольших обычных количествах. И надо учитывать, что при термообработке это соединение разрушается. Вторым этапом является индивидуальная или групповая йодная профилактика. Учитывая группы риска, женщины фертильного репродуктивного возраста, беременные кормящие женщины, дети первых трех лет жизни и дети подросткового возраста и преимущественно девочки. Проводятся препаратами калия и едида. Вы их, скорее всего, слышали. Это йодомарин, йодбаланс, йодид в чутких дозировках. Передозировка йода опасна. Она может привести также к заболеваниям щитовидной железы. По результатам гоблианного обследования мы можем провести дифференциальную диагностику йоддефицитных заболеваний с другими заболеваниями щитовидной железы и правильно назначить лечение ребенку. Редактор субтитров А.Семкин